Творчество автора понятно тогда, когда он говорит на одном языке со своим читателем, когда затрагивает извечные темы, интересующие человека. Произведения Мухаддина Ахметова во многом посвящены обычным людям, труженикам родного края. Мухаддин Худович родился в крестьянской семье, получил образование в школе Черкесского городского педучилища, затем закончил курсы газетных работников в Ставропольской партийной школе. Его юношество пришлось на годы Великой Отечественной войны. При штурме Берлина Мухаммед Худович был тяжело ранен. За проявленное мужество Ахметов награжден 13 боевыми наградами, среди которых Орден Красной Звезды. Многое пришлось повидать жизни молодому писателям. После свою историю фронтовых будней автор изложил в некоторых произведениях. Шли на фронт с печалью больной, молодые земляки, не черкесики на стёрке, а бывали тюрьки. Стали глазом, строй единым, русский парень и черкес, общих целей интерес навсегда соединил. Всем аукном провожали, хоть нелёгкие сыновиды. После демобилизации Ахметов начал работать в книжном издательстве, затем в обкоме КПСС и в комитете по радиовещанию. Являясь настоящим патриотом своего народа, отмечая друзья Мухадина Худовича, он никогда не делил людей по национальностям. Он помогал развиваться и находил таланты не только среди представителей черкесской молодёжи. Он поддерживал любые творческие проявления. Владимир Абитов – один из тех, кому посчастливилось встретиться с Мухадином Худовичем ещё в начале творческого пути. Знакомство произошло неожиданно. Узнав о том, что в его родном ауле есть талантливые ребятишки, которые пишут стихи и различные рассказы, занимаются в литературном кружке, Мухадин Ахметов решил лично с ними познакомиться. Мухадин Худович пришёл в гости к Владимиру Абитову и с присущим ему юмором начал интересоваться, чем занимаются мальчишки. Мухадин говорит, слушай, всё это нормально, но нам ходят слухи, что организовали свою банду и где-то в пещере создали даже свою заставу. Я говорю, какую заставу может быть? Мы там занимаемся. Чем? Ну, литературу как литературу. Мы там выпускаем свою самодельную газету в Черкесе. Владимир и ещё несколько ребят писали газету, которую потом раздавали аульчанам. Копировальной техники тогда, конечно же, не было, но они как-то невообразимым образом приловчились копировать написанное через стекло. Впоследствии работая и в Комитете по радиовещанию, и на других ответственных должностях, старший наставник не раз помогал молодому автору Абитову и другим начинающим писателям дельными советами. Я знаю, что как доброго, отзывчивого человека, который всегда старался помочь любому начинающему поэту, писателю. Я очень благодарен судьбе, что я к нему попал тогда, и в радиовещании он работал. И он во многом мне помог. Научил, короче говоря, журналистской работе. По инициативе Мухадина Ахметова возобновлен выпуск учебников родного языка и литературы на черкесском языке. Говорят, что пока живо слово, живы народ. И действительно это так, ведь потеряв связь с прошлым, можно потерять и свое будущее. Вся жизнь Ахметова, если можно так сказать, посвящена служению слову. Он никогда не терял связи со своим народом, интересовался его историческим прошлым, изучал народный фольклор. Мухадин Ахметов – это тот писатель, который вложил в литературу, черкесскую литературу, не только в черкесскую литературу, а в литературу всех народов Карачаева, Черкесии большой труд. Он один из старейших нашей литературы, черкесской литературы. Всю жизнь его было связано, чтобы в этом мире творилось добро. И вот цель его литературы, основа его литературы в этом заключается. Многие книги Мухадина Ахметова переведены на русский язык и включены в школьную программу. Произведение «Где мчался конь богатыря», в котором Ахметов искусно перепрыл сказку с былью, рассказывающую о прошлом и настоящем Карачаева Черкесии, о подвиге жителей аула Беслиней, спасших во время войны детей Ленинграда, было издано в Эстонии. Еще одна повесть «Али идет на кож» вышла в Москве два раза тиражом в 100 тысяч экземпляров и мгновенно разошлась по домашним библиотекам. Поэзия Мухадина Ахметова вдохновляла композиторов. В результате плодотворной работы автора появилось немало произведений, которые стали популярны среди народа. Знакомство с черкесской литературой и фольклором в этот день было продолжено народными писателями и поэтами Карачаева Черкесии, которые прочитали и свои произведения собравшихся. А известный в наших краях фольклорист Али Черкесов сыграл на старинном адыгском инструменте чичапшина. Подобные встречи позволяют окануться молодым мальчишкам и девчонкам в свое историческое прошлое. Сегодня, к сожалению, мало кто увлекается произведениями национальных авторов. Чаще всего дети узнают о творчестве писателей и поэтов на уроках родного языка и литературы. Сейфак с досадой отмечали присутствовавшие на встрече представители творческой интеллигенции Карачаева Черкесии, отмечая и то, что в наши дни ничтожно малое количество книг издается на национальных языках. Патима Куршева, Михаил Каракелян. Итоги недели.